День воскресный, день чудесный. Как сегодня людей кидают и разводят с недвижимостью? Как вы можете вляпаться при покупке или продаже квартиры или любого другого недвижимого имущества? Именно об этом мы сегодня и поговорим. Друзья, всем привет! Не так давно мы снимали большой выпуск с Натальей, где полтора часа общались на тему, что происходит на рынке недвижимости в нашей стране и что ждать от 2024 года. Многим из вас ролик зашел и я заметил в комментариях, что хотелось бы увидеть детальный разбор ситуаций, живых ситуаций, где людей обманывают. Ведь недвижка для нас, для любого человека — это нечто большее, это крыша над головой, это твой дом, это то место, куда ты можешь привезти свою жену, детей, родителей. Это твое! Но как можно с этим твоим влететь? По незнанию или попав в оборот мошенников? Мы встретились с Натальей и записали выпуск, где она озвучила ряд историй, о которых мы сейчас поговорим. Тайм-коды по каждой теме будут в описании. Это получился такой некий топ истории, как разводят и кидают людей с недвижкой. Прямо сейчас, без лишних слов, мы переходим к основной теме выпуска. Вам приятного просмотра! И снова здравствуйте, друзья! Пока все дома на Новый Лад, на сегодня мы поговорим о более важных темах. Знакомьтесь или вспоминайте. Наталья, Наташа, привет! Спасибо, что приехала. Сегодня я хочу тебе задать ряд вопросов, а ты мне смоделировала не просто вымышленные истории, а реальные, которые с людьми проходили, которые происходили с тобой конкретно. Может быть, ты какую-то сделку вела, может быть, кто-то из своих коллег, может быть, кто-то не из коллег, а я сам покупал, но потом в интернете поделился, вы проверяли информацию, она действительно соответствует реалиям. И таким образом, сегодня вы, друзья, узнаете, как минимум, как могут вас кинуть запросто при покупке, внимание, жилонедвижимости, то самое, о чем каждый из нас мечтает, ведь своя крыша, главное, она просто нужна. Либо же просто будете готовы, если вдруг в ближайшее время вы что-то собираетесь покупать, вы уже будете понимать, с чем можно столкнуться. Потому что те истории, о которых сегодня пойдет речь, тайм-коды на них в описании, вас просто удивят. Ну, местами там, вот сегодня сейчас будем одну рассказывать, вы просто офигеете. Вот серьезно вам говорю. Заинтриговал? Ну, давай, смотри, начнем с первой. В нашем сценарном плане она начинается так. Жила-была женщина. Да, жила-была женщина в районе Подмосковья. Это очень красивый зеленый район, в котором я, в общем-то, и живу, и знаю эту историю не понаслышке. Это история одной моей очень хорошей знакомой. Был дом. Соответственно, дом был разделен на несколько частей. В нем изначально жила семья. Дом вот это приватизировали жильцы. Ну, и получилось так, что в одной половинке дома живет сестра со своей дочерью, уже с внучкой, и в другой половине дома другая сестра. Ну, естественно, время всех там не щадит, все они молодеют, там приходят определенный возраст. До этого момента все прекрасно между собой общались, все нормально. Это не какие-то, чтобы понимали, там хоромы, то есть это обычные люди, очень скромно живущие, жили-жили-не-то жили. У каждого по своему кусочку дома, кусочку участка, вот и живут. И наступает такой момент. Приходит некий человек. Я назвала его у себя Урюк, но этот человек про него знает весь район Подмосковья, о котором я говорю. Про него постоянно писали в интернете. Я по желанию участника этой ситуации, сейчас не называю фамилии, но о нем очень много написано в интернете. То есть там прямо написано, что это мошенник, что ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Но этот мошенник очень интересный. То есть у него есть там жена, адвокат, сам он там тоже из бывших там кого-то. Там, в общем, все схвачено. Многие знают, многие знают, что его схема следующая. То есть он втирается в доверие к пожилым людям, и вот так вот случается, что через какое-то время они умирают, и у него вдруг вот остается какая-то доля там, или дом. И причем по такому принципу он даже не без зазрения совести работает прямо по району. То есть это один и тот же район годами. Все все знают. В общем-то, появился он и на пороге дома вот этой тети. Тетя немного страдала алкогольной зависимостью, было такое дело. И, естественно, человек пожилой, он ей все это дело приносил в дом и начал ее обхаживать, рассказывая о том, что родственники твои такие сякие, там ты их не пускай и так далее. Естественно, во-первых, возраст, во-вторых, там, конечно, и алкоголь тоже бывал, ну и какие-то там заболевания, человеку пожилому ему не так трудно воздействовать на психику. В чем-то убедить несложно. В принципе, любой человек, который находится на расстоянии вытянутой руки регулярно, может убедить пожилого вообще в чем угодно. И он всячески настраивает эту тетушку, чтобы она не пускала вообще на порог ни свою племянницу, ни свою сестру, никого. Соответственно, вот племянница и сестра, я рассказала, да, то есть это вот там две женщины и маленькая девочка живущая, они, ну, физически просто им было, ну, в какой-то мере страшно. То есть мы понимаем, да, что это какой-то там взрослый мужик, естественно, он угрожал. Он угрожал там словесно всячески, делал это опытно. Когда я эту ситуацию видела на своих глазах где-то года полтора, она развивалась. Я всегда ей говорила, давай будем вызывать регулярно полицию, потому что потом, ну, уже было понятно, чем дело кончится, мы потом ничего не докажем, так у нас хотя бы будут документы, что мы вызывали, что мы писали. Ну, какая-то логика же должна быть. Соответственно, она боялась того делать, она боялась, ну, знаете, как многие наши люди, там, полиция, вот она приедет, и что же, вот, ну, вот полиция такая вот вся страшная. И что же потом будет? В общем, не было никаких заявлений написано. И в скором времени тетушка умирает. Парадокс заключался в том, что вдруг откуда ни возьмись, берется завещание. Да, завещание не простое, а от выездного нотариуса, который прям приехал. Завещание в аккурат там, сейчас, чтобы не соврать, меньше, чем за месяц до смерти, естественно, сделанное. И вот дума, о котором идет речь, и участок, они были неприватизированы. Соответственно, у человека есть завещание и доверенность. И он берет эту доверенность, и по этой доверенности оформляет сначала собственность, а потом на нее вступает завещание. Знаете, в чем заключается парадокс? Что любая доверенность утрачивает свою юридическую силу после смерти доверителя. А тут чудеса не утратила. Два смерти. Черный маклер. Да? Черный риэлтор. Да, это так и есть. Вот, к слову, я ни в коем случае не смеюсь, вот прям буквально вчера мне писала женщина, 61 год, живет где-то в коммунальной квартире в Москве, вот я сейчас тебя слушаю, один в один. Говорит, у соседки вот так же жила-была, комната померла, сейчас, говорит, уже кому-то, и на основании этой комнаты там чуть ли не квартиру должны будут людям дать, ну потому что там по закону так положено как-то. Офигеть. Соответственно, уже вот в тот момент, когда, скажем так, все уже было упущено, вот эта девушка попыталась подать в суд, потратила деньги еще на юристов, а юристы там изначально зашли с не самой правильной позицией, не буду долго рассказывать, просто неправильно выстроили позицию, не на том. И в том числе они выстраивали позицию на вот той самой 177 статье, что она не отдавала себе отчет в своих действиях, а для справочки, посмертно доказать, что человек не отдавал себе отчет, если он нигде не состоял на учетах и нет медицинских документов, условно невозможно, потому что экспертиза, она и делается, запрашивая всяческие медицинские документы, то есть понятное дело, что почти любой глубоко пожилой человек имеет какие-то особенности по здоровью, он не очень ясно понимает, что происходит, но нет же такого, что всех ставят на учет, просто вот пожилой человек и у них какие-то свои разные особенности течения болезни, то есть доказать, что она не осознавала, не отдавала себе отчет, было невозможно, ну или вот может быть возможно, но вот так вот сработали юристы. Дальше пытались еще подать в суд на основании того, что вообще с какого перепуга Росреестр зарегистрировал право собственности по доверенности от умершего, причем были предоставлены все документы о дате смерти умершего и так далее, даже попытались привлечь администрацию, потому что если уж на то пошло, то есть это жилье, оно же так называемое выморочное, то есть если человек его не приватизировал, то есть оно тогда должно отойти администрации, и лучше уж тогда администрации, вот. Но после суда написали, ну в общем там что-то невнятное, смысл в том, что все осталось на своих местах, хотя случай выпиющий, потому что доверенность утрачивает свою силу со дня смерти доверителя. И в общем-то там по сей день идут какие-то распри, какие-то там разговоры, что-то он там попытался какой-то дом на этом участке построить, какой-то такой домик ниф-нифа и так далее. Ну и в итоге конец чего, вот эта девушка, которая там жила, она теперь живет в другом месте, условно снимает там все жилье, правильно? Нет-нет-нет, смотри, там, то есть это был вот дом, как вот, как барачиного типа. А, то есть она в другой половине жила? Да, у них как было их полдома, так и было. А у тёти другие полдома, да, а у другой родственника другие полдома, они там просто вот живут, это прям небольшой дом, вот у каждого там. Я к тому, что вот этой тёте теперь дом стал вот этого человека, который к ней в гости приходил. Ну конечно, теперь вот у них, соответственно, вот такое вынужденное соседство. И здесь ещё что интересно, что вот этот человек, на которого было оформлено завещание, он вроде как заявлял официально на судах и везде, что он вообще-то заботился об этой женщине, а его родственники такие-сякие не заботились, но просто бред, да, ну, понимаешь, у тебя просто вот дверь и вот дверь. И они всю жизнь так прожили. Он так о ней заботился, так о ней заботился, что умерла она, знаешь, от чего? Вот, вот, от гниения тела и то, что там вот завелись животные в теле, то есть, понимаешь, как уровень заботы человеке, да, вот, ну, понятно дело, что человека прямо вот специально загнали в это состояние. То есть, смотрите, здесь вопрос не какого-то сверхнаследства, и это всё в деньгах, ну, как бы очень скромно, это очень скромно. Здесь они даже, они не за наследство бились, то есть, они просто понимали, что он её убьёт, что и произошло. Но физически, вот, многие могут сказать, вот, надо было так, надо было так, но вы поймите, когда вы, вот, когда в доме живут одни женщины, и вы там не какие-то там богаты, у вас нет каких-то там суперсвязей, вам правда будет, ну, физически страшно, что, а мало ли что, там придёт, что он там сделает, чего от него ждать. Это на словах легко сказать, надо было этим, надо было тем, а вот когда вы оказываетесь вот в такой вот сугубо женской кампании без сверхвозможностей, ну, последствия могут быть разные. Подтверждаю полностью, и по стране таких ситуаций, я уверен, полным-полно, и огласки их не придают, зачастую, как раз именно из-за страха. Люди сами там, я не знаю, не обращаются, ту же самую полицию, не ставят в известность. Конечно, сейчас можно сказать, типа, полиция, там, она покрывается, да, блин, чтобы это сказать, надо, чтобы хотя бы какие-то документы, правильно, обратная связь была, что ты вызвал, тебя нахрен там послали условно, хоть что-то. А так, кто из вас знает, что там может быть, потому что уже полным-полно было ситуаций, когда люди обращались и в прокуратуру, и в ФСБ, и была обратная связь, и была вот такая, хорошая. Поэтому, ребята, на улице конец февраля 2024 года. Вот человек решает купить себе квартиру. Да, я расскажу несколько историй, они, больше это часть истории, с которыми лично я встречалась, когда люди обращались. Есть там несколько историй моих коллег, то есть, которых я лично знаю, и несколько историй будет из судебной практики, которую мы тоже изучаем по каким-то статьям, чтобы понимать, как бывает. И, в общем-то, история номер один. В 2021 году женщина решает продать свою квартиру. Причем интересно, что квартира изначально была куплена в Новой Москве, и там был долгострой. То есть, про этот комплекс многие знали, что это был долгострой, то есть, стройка тяжелой судьбы достаточно. Люди получали там квартиры по решению суда. Они долго этого ждали. То есть, для них, в принципе, было счастье получить свои квартиры, потому что многие думали, что, ну, возможно, они и квартир-то не получат. Но история конкретная этой женщины еще интереснее. Вот она решает продать эту квартиру, потому что на тот момент, когда она ее приобрела, уже очень много времени прошло, сколько она ее ждала, эту квартиру, и планы ее поменяли, жизнь поменялась, работа поменялась. Она решает ее продать. Соответственно, она подает объявление на доску объявлений. И там еще что интересно было, что у нее не было какой-то там позиции, что там плохие риэлторы или кто-то плохой. Она просто не понимала, зачем ей это. В ее понимании было, что существует там дом-клики, М2, там всякие агрегаторы, все зарегистрируется, Сбербанк все проверит. Естественно, это классика. Поэтому она никому не обращалась, подала объявление, звонят ей покупатели, говорят, да, мы готовы купить. У нас наличный расчет, они договариваются о цене. Соответственно, проходит какое-то время, всем другим покупателям она отказывает, все, у них уже есть договоренность с этим покупателем. Проходит время, и покупатель говорит, знаете, я чуть-чуть передумала, мне немножечко не хватает, сумма, которой не хватало, была 1 300 000. Для покупки квартир я немножечко возьму в ипотеку. Ну, наш продавец подумала, ну, ладно, уже договорились, вроде как, конечно, хотелось бы там за наличным, потому что у нее у самой маленький хвостик по ипотеке в этой квартире, ну, таки ладно. Наступает день сделки. Приходят они в Сбербанк, причем это Москва, то есть это не где-то, это обычная московская Сбербанка. Там система дом-клика подготовила им договор. Естественно, продавец думает, ну, это банк подготовил договор, он все проверил. Она, по ее словам, она подписывает договор сам купли-продажи, в принципе, не глядя. Ну, его же готовил банк, зачем его читать. А дальше они идут открывать аккредитив. Прям 30 секунд такого небольшого ликбеза, то есть аккредитив это вот как ячейка, только электронная. То есть, соответственно, деньги зачисляются на аккредитивный счет и доступом к получению этих денег уже потом продавцам будет как раз регистрация квартиры. То есть, проходит регистрация, и на основании этого продавец может получить свои деньги. Это все электронно, стоит это недорого. И они идут открывать этот аккредитив. Соответственно, со слов продавца, она говорит, ну, я смотрю на этот аккредитив, ну, все смотрят в него, и я смотрю. Ну, вроде там что-то надо смотреть. Я увидела свои реквизиты, говорит, ну, сижу там, что-то пытаюсь разобрать. Так, ну, реквизиты посмотрела. И видя сумму, а сумма там другая. И сумма на миллион триста меньше, чем та сумма, которая была по договору купли-продажи. Она говорит, операционистки, которая открывала аккредитив, смотрите, здесь сумма на миллион триста меньше. А для справочки, миллион триста – это вот как раз та сумма, которую берет якобы в кредит покупатель. И сотрудники ей говорят, да все нормально. Вот тут написано, одна сумма, но вот эти миллион триста – они потом появятся. Вы идите, они потом появятся. Ну, идет она домой, думает, ну, они потом появятся. Сделка в Бирбанке, ну, не шушу-мушу, ну, точно никто не обманет. Проходит какое-то время, причем регистрация была не электронной, это была регистрация через МФЦ, они потом пошли в МФЦ и подали документы. Проходит какое-то время, там, день-два-три, очень небольшое, приходит смс от МФЦ, что сделка зарегистрирована, отличненько. И только вот ей приходит в голову мысль, что пойду-ка я раскрывать аккредитив и получать свои деньги, звонит ей та самая покупатель и говорит, знаете, я передумала брать кредит. Ну, просто продавец вообще оторопел, как ты могла что-то вообще передумать, потому что уже квартира зарегистрирована, квартира уже документально принадлежит покупателю. Она говорит, а как же я получу деньги, если тебе не хватает, ну, своих наличных денег. На что ей покупатель говорит, давай я тебе буду отдавать частями, какое-то время буду отдавать частями. Но мы же все понимаем, там не 100 тысяч даже рублей, не 200 тысяч рублей, там миллион 300, это большая сумма, и частями ее можно отдавать, ну, неизвестно какое время, да, всю жизнь. А квартира сама по себе очень недорогая. И продавец и так ее продавала по вполне умеренной цене, не пытаясь там выжить из нее максимум, то есть она там пошла навстречу и поторговалась и так далее. Вот именно в этот момент она поняла, что что-то сильно пошло не так. Она, к счастью, связалась со своими юристами, то есть у нее были юристы, как оказалось, причем хорошие юристы, но порядок обращения к ним она немножко перепутала, что это надо было сделать до. Потому что если бы она еще в придачу бы в такой ситуации побежала бы непонятно каким юристам, ее еще и юристы-аферисты бы нагрели бы, и там два года она бы платила им за их якобы хождение по судам. Ее юристы подключаются, начинают общаться с этим горе-покупателем и объясняют покупателю судебную перспективу, что афера не получится, ты никак не останешься с квартирой, потому что полная оплата стоимости договора является существенным условием, то есть никаким образом ее афера не удастся, просто через какое-то время на этого хитрого покупателя лягут еще судебные расходы, если это, допустим, будет по суду. Где-то 2-3 недели они ее уговаривают, ведут юристы переговоры с этим покупателем. В это время наш продавец бежит в Сбербанк с выпущенными глазами и говорит, что вообще как такое могло произойти. Не без большого труда, она добивается встречи именно с руководителем офиса, все ему объясняет ситуацию, все ему показывает. На что руководитель офиса, со слов продавца, где-то часа полтора ему понадобилось на общий анализ ситуации, но все это время, пока он смотрел в компьютер, в документы, он приговаривал, не может такого быть. Потом оказалось, что сотрудник, который сказал, что деньги потом как-то появятся. Но она, естественно, уже не работает. Она, естественно, уже там куда-то переведена, но никак ее не найти и не спросить, что же она наделала. И в итоге договор был расторгнут. То есть было подписано соглашение о расторжении договора. Зарегистрировано. То есть квартира возвращена. И самое главное, знаете, что самое интересное, что для меня, в моем понимании, подтверждает именно факт злого умысла и аферы. Когда вы расторгаете договор, на который был подписан кредитный договор, то есть договор от купли-продажи было, что она кредит заключила, номер кредитного договора, все это было. Значит, нужно было согласие Сбербанка. И Сбербанк выдает документ, у меня есть этот документ, я даже могу, убрав персональные данные, его прям показать. В котором Сбербанк пишет, что все нормально, можете договор расторгать, мы претензий не имеем, потому что кредит не выдавался. Офигенно, блин. Вот так вот, знаете, иной раз слушаешь, что ключевое, почему-то я решил вообще такой выпуск даже сделать, что вот чего ждешь, да? Как бы ждешь, чтобы тебя обманули. Ну, как такое вообще возможно быть, казалось бы, известный такой мощный банк? Понятное дело, что в общей такой сетке своей, в массовой, это, ну, понятное дело, это не их замысел. Это вот локально на местах. То есть пришел там афера, аферист, тем более, как вот ты говоришь, даже там по истории, что через 2-3 недели этого сотрудника уже найти не могут. Ну, понятное дело, он там крутанулся и бежать дальше. Да, и я еще хочу вот прям такую очень интересную концовку этой истории рассказать. Да, окей, был расторгнут договор, было соглашение о расторжении, Сбербанк выдал все документы. Маленький нюансик. Банк должен зачислить кредитные деньги в день подписания кредитного договора. Соответственно, если договор был расторгнут, то есть кредит не зачислялся, значит, расторгла она его в тот же день. То есть они пошли в МФЦ, подали документы, она тут же вернулась в банк и расторгла этот договор. По-другому никак, она не могла это сделать через несколько дней, потому что деньги уже были бы зачислены в этом случае. Я там где-то могу в чем-то, возможно, ошибаться, потому что нет судебного решения, но вот из логики мы приходим к этому. И еще очень неприятный нюанс. Соответственно, в документах продавца теперь стоит отметка о том, что у нее основание теперь приобретения этой квартиры, вот не то, когда она покупала у застройщика, а теперь в документе основания, вот это то же самое соглашение о расторжении. Соответственно, там стоит 21 год и при продаже квартиры, а мы ее продали три недели назад, при продаже квартиры теперь у продавца появляется налог внезапно. Причем налог там достаточно большой получается. Именно из-за того, что сроки слетают, сроки владения. И здесь еще совсем недавно я узнала, тоже может быть вам многим будет это интересно и полезно, даже если юристы какие-то смотрят. Смотрите, вот в таких случаях нужно не подписывать соглашение о расторжении. Вот если бы сделка была расторгнута через суд, признана недействительной, то в этом случае сроки бы не слетели. То есть можно было бы восстановить. А из-за того, что именно это досудебное соглашение, сроки слетают. И причем это недавние поправки о том, что если будет через суд признан недействительной, то сроки не слетают. А вот такое соглашение о расторжении, оно приводит к таким последствиям. Друзья, как вам такое? Наматывайте на ус, пожалуйста. Можно в итоге было бы остаться без квартиры и с каким-то там вымышленным долгом, но вы понимаете, что это долг, а на завтра 100 тысяч отдаст, а если еще отдаст, а потом тебе просто ручкой помашь, ты бегай за ней, потом прыгай. Далее расторгаешь сделку чудом, да, там хорошо юристы нормальные попались. Слетает срок, и ты продавая квартиру, попадаешь еще и на налог, а налог это не 10 тысяч рублей. Там полмиллиона. Полмиллиона рублей, как вам? Это не секрет. Вот вам, пожалуйста. Поэтому будьте просто-напросто внимательны и помните, что даже в крупных отделениях любого бизнеса мошенников полно. Мы сами лично с этим сталкивались когда-то, но это отдельная история, но сам факт. Приходишь, и тебя могут под вывеской встретить реально мошенники на местах. Значит, переходим к следующей истории. Значит, давайте так договоримся, что если вдруг какие-то есть вопросы, пишите комментарии, разберем, ответим отдельно, чтобы мы на одной истории сильно долго не зацикливались. Вот тоже интересное начало серии, что приходите вы покупать квартиру. Вот вы посмотрели, вам все нравится. Продавец, который продает, да, собственник, так называемый, и с ним агент, риелтор, как угодно его можно назвать. И агент прямо говорит, давай, 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 горит, горит. А горит, давай, аванс, все, берем. Соответственно, случается встреча, агент продавца, агент покупателя, в общем-то, продавец и покупатель. Причем до этого агента продавца всячески склоняет к тому, чтобы как таковой живой встречи не было, у него есть доверенность на прием аванса. Давайте, давайте без собственника, зачем же мы его будем беспокоить. Агент покупателя, соответственно, настаивает на том, что нужно увидеться, ну, нужно увидеться, но я всегда тоже настаиваю на том, чтобы мы увидели до сделки, у кого мы покупаем. Это очень важно, проговорить все с человеком. Соответственно, они начинают обсуждать какие-то пункты, и агент продавца, покупателя задает непосредственно продавцу прямой вопрос, на который, причем агент продавца очень нервничает. Почему вы продаете, зачем вы продаете? И поймите, это нормальные вопросы, когда агент покупателя задает вам вопрос, зачем вы продаете квартиру, где вы потом будете жить, какая у вас цель. Это непраздное любопытство. Это в том числе может многих уберечь вот от этих ситуаций как раз-таки с бабушками, которые участвуют там в ФСБшных каких-то акциях и прочих, которые потом остаются без недвижимости. Это важно. Мы любопытствуем не чтобы узнать, куда вы потом потратите такие деньжищи. Мы говорим это и для безопасности своих клиентов, и для вашей в том числе. Продавец отвечает на вопрос. Причем он отвечает на вопрос, не особо укрывая, что деньги ему нужны на операцию. И операция это опухоль головного мозга. И после чего, ну, расспросив там все подробно, выяснив, какая это операция. То есть мы же все понимаем, что это очень страшное заболевание, очень тяжелое заболевание, дай бог кому в него попасть. Но есть какие-то факторы, которые очень сложно оценить состояние человека, насколько он понимает, что он делает в этот момент, потому что болезнь агрессивная. И вот насколько он осознает свои действия и поступки, непонятно. И самое главное, мы никогда не можем знать, удастся ли справиться с этой болезнью человеку. И если вдруг не удастся, то сколько он еще проживет. После чего агент покупателя отводит его в сторонку и сообщает ему, что сделка относительно рискованная. Почему? Потому что у нас есть 177 статья Гражданского кодекса, по которой потенциально она может быть признана недействительной, потому что человек мог не осознавать, во-первых, характер своих действий и поступков. В том числе эта сделка еще может быть и признана кабальной, то есть совершенной на вынужденных условиях, вынужденных обстоятельствах. И здесь оба фактора имеют место быть. Во-первых, тяжелое заболевание, которое непосредственно влияет на головной мозг и на понимание ситуации. Второе, действительно тяжелой ситуации. И можно смоделировать это так, что если вдруг этот человек не справится с этим заболеванием и, к примеру, там через полгода его не станет, то там человек был, для понимания, молодой, это был молодой человек 30 лет. То есть есть такие стереотипы, что нужно спрашивать только если сделки там с пожилыми людьми и так далее, нужно быть внимательным, а если молодые, то все нормально. Нет, все бывает очень сильно по-разному и все эти стереотипы, они неприменимы в недвижимости. Соответственно, приходят какие-то наследники, которые запросто могут подать в суд по тем или иным основаниям, мы их уже нашли целых два, и признать эту сделку недействительной. Такие риски есть. И здесь, в этой ситуации, агент покупателя написал ему информационное письмо о тех рисках, которые он видит, но покупатель очень сильно хотел ее купить, принимал риски на себя, и он с этим согласился, он готов был на это пойти, но потом сделка не состоялась вообще там по третьим причинам, но кому-то эта квартира в конце концов продалась. То есть обращайте внимание, что вот этот сам по себе простой диалог с продавцом, простой диалог, куда поедете, куда поедете жить, если это там другой город, если в этом городе выбрали или уже что-нибудь, а почему решили продавать и так далее, может раскрыть для вас картину совершенно с другой стороны, не с той, которую вам преподносил изначально агент. И здесь вы можете выявить элементарные риски путем диалога, иногда порой лучше отказаться от этой покупки и выбрать какую-то другую квартиру. То есть, слушай, таким образом получается подводка, несмотря на то, что человек сам по себе покупатель согласился покупать эту квартиру, то есть теоретически что может быть? Ты покупаешь ее, сделался ремонт, живешь, все здорово, классно, и через какое-то время, через полгода, год, неважно. Есть какой-то срок давности? Сколько должно пройти или нет? Смотри, сроки у нас по факту резиновые, потому что у нас три года, но три года с момента, когда лицо, чьи права были нарушены, узнал или мог узнать о том, что его права нарушены. Поэтому мы можем сказать, что они там могли узнать хоть когда. Но если там в грубом, сухом остатке, если прям уж практику наследственных дел брать, да, это 3-5 лет, в течение которых они могут обратиться, и им будет несложно доказать состав этой статьи, они просто приносят справки, заверенные, что на тот момент человек наблюдался вот с таким вот диагнозом, там доказывать нечего. И то есть суд, скорее всего, встанет на их сторону? Ну, смотри, здесь, конечно, так тоже говорить не стоит, суды по-разному встают, разные позиции занимают, но здесь риск очень высокий, потому что есть документальное подтверждение. Вот в следующей истории я расскажу, почему суд не встал на сторону, но это уже такой спойлер небольшой, а здесь может быть и так, и так, но риск высокий, я бы не пошла. А если суд встанет на сторону, то как это будет? Я должен, условно, вернуть квартиру, ну, такой человек, который попался в этой ситуации, а ему-то деньги вернуты или как? Кто? Ну, покупатель, продавец, точнее. Так если он умер. То есть родственники за него не возвращают, родственники просто себе забирают квартиру. Нет, они возвращают себе квартиру. А денег хер. Ну, да, естественно, у нас там в государстве есть какие-то механизмы, что мы можем там требовать, пытаться там получить деньги там от государства, что у нас вот наступил такой случай, но они работают через пень-колоду, и в принципе таких случаев крайне мало, плюс уровень оценки, да, то есть как это оценивается, ну, сам понимаешь, поэтому нет, просто у вас конечно без квартиры и все. Друзья, вот напишите ваше мнение в комментарии, как бы вы поступили в этой ситуации. Вот покупаете вы квартиру, она вам прям сильно нравится, но вам, допустим, агент говорит, типа, слушай, вот здесь такая картина, то есть могут быть риски. Если вдруг что, есть вероятность то, что останешься и без квартиры, и без денег. Что бы сделали вы? Жила была некая молодая женщина 70-го года рождения. И однажды она получила в наследство квартиру, то есть у нее не стало одного из родственников, и она понимала, что вот сейчас она ее оформит. Но все мы знаем, что для того, чтобы оформить наследство, нужно 6 месяцев вот этот вот срок выждать. И за это время она уже придумала, что она ее продаст и кому продаст. И вот те самые люди, которые хотели ее купить, сказали ей, давай, мы с тобой заключим предварительный договор купли-продажи, мы по нему тебе дадим задаток. Соответственно, а потом, вот сейчас 6 месяцев пройдет, ты нам эту квартиру вот по такой-то сумме продаж. Заключают они этот предварительный договор и пишут там, что квартира будет стоить столько-то, и сейчас они ей вносят столько-то. Вот эта сумма, которую они сейчас ей вносят, была 8 миллионов. Сразу скажу, вот что я свечку не держала, и по итогу я не могу до конца утверждать, были 8 миллионов или нет. Я все-таки склоняюсь к тому, что были. Проходит какое-то время небольшое, и вот та самая продавец, которая получила эти 8 миллионов рублей, она передумывает и решает продать квартиру другим людям. Сделка состоялась, продали достаточно быстро, и по итогу тот человек, который дал 8 миллионов, мы сейчас берем за, ну, мысленно держим, что они были. Он немножко в шоке, и подает в суд на нее, что в любом случае договор не был заключен, деньги были получены, тогда что-нибудь одно хоть деньги верните. В тот же момент, в тот же момент, вот эта продавец, которая получила 8 миллионов, у нее еще было другое имущество, и она эту квартиру быстренько продает своему знакомому, скажем так, а тот знакомый делает еще один переход права, то есть он дарит ее своему ребенку. То есть вот этот человек, который дал 8 миллионов, он пытается еще подать в суд на вот эту сделку, признать ее недействительность за счет того, что таким образом она ее продала, чтобы избавиться, чтобы с нее требовать этих денег не могли. суд, соответственно, отказывает, там, находит какие-то там свои причины, что, ну, сделка как сделка. Там еще интересно, что сделка произошла прям за несколько дней до того, как поступила информация о том, что вот это требование вступило в силу приставов. То есть если бы это было позже, то можно было бы признать недействительность, потому что уже было требование. А так это было за несколько дней до. Соответственно, идет время, висит это решение суда, документы отправляются к судебным приставам, вот эти все исполнительные листы. Время проходит, кстати, достаточно небольшое. И у вот этого продавца, который, допустим, получил 8 миллионов, была еще квартира с супругом. И вот эта вот квартира, которая у нее была с супругом, в этой квартире вот в свидетельстве написан только супруг, там, Иванов Иван Иванович, да. Но мы же все знаем, что по 35 статьи Семейного кодекса неважно, кто титульный собственник. Это в любом случае, если вы в зарегистрированном браке и брачного договора у вас нет, то это общее совместное нажитое имущество супругов. И вот эти вот ребята, которые дали 8 миллионов, они идут и накладывают арест на это имущество, потому что там есть ее доля, соответственно, на которую можно обратить изыскание. Уж не скажу сейчас, в каком это был порядке. Сначала арест, либо не стало этого продавца, либо наоборот. В общем, достаточно в скором времени продавца не стало. Она умирает. Но умирает она при таких обстоятельствах, что случилось тоже тяжелое заболевание. Оно случилось, как часто это бывает, внезапно. И очень много денег нужно было на лечение, а семья была небогатая. И им приходилось прибегать к разного рода кредитным картам, к микрозаймам. Ну, в общем, на тот момент, когда ее не стало, в семье были долговые обязательства, было тяжелое материальное положение. И при этом висит арест на этой квартире. И по итогу, в общем-то, откуда я знаю эту историю, ко мне обратился этот человек с просьбой каким-либо образом помочь продать эту квартиру. Потому что если мы берем рыночную стоимость этой квартиры, то этого вполне хватило бы, чтобы приобрести другую квартиру взамен Московской области, которая его устраивает, город, который он знает. И на какую-то часть денежных средств закрыть долги и, возможно, как-то финансово поправиться, пока он ищет новую работу. То есть там, получается, муж и ребенок 14 лет остается и пожилая мама. И я как-то вот всячески пыталась к этой ситуации подойти с разных сторон. То есть, хорошо, у него там были какие-то еще запреты на регистрационные действия по каким-то мелким долгам. Это все ерунда, это всегда можно было решить. Но вот арест, вот когда у вас висит арест, мы ничего с этим не сделаем. То есть, получается, что он проживать-то не может вечно в этой квартире, но каким-то образом ей распоряжаться уже нет. Такая более запутанная история. Значит, получается, 8 миллионов взяла тетя, которая в итоге умирает. Да, да. Карма. Назовем это так. Карма. Она, получается, людей обманула. Правильно я понял из рассказа? Ну, допустим. Ты знаешь как? Допустим. Потому что, во-первых, они не сильно отрицали, что этих денег не было. То есть, вот не было такого. Они даже в суде не строили позицию, что денег не было. Они строили позицию на чем-то другом, а не на том, что этих денег не было. Да. И второе, ты знаешь, я не думаю, что это уж прям вот такие мошенники, что этих денег не было, но они ходили, там 4 года тратились на суды, вот это все. Ну, если их фактически, правда, не было, если бы это какая-то афера безденежная, да. Но не прокатило, да и ладно, да. Тут люди ходили годами, пытаясь что-то сделать, как-то взыскать. Ну, за 8 миллионов годами будешь ходить. Да. Но не просто же так они это делали. Потому что, ну, и здесь я просто читала документы, которые там были по судам, да. Что кто говорил, кто заявлял какие позиции, то есть там вот позиции того, что денег не было, что-то и не было. То есть, таким образом, получается, 8 миллионов исчезли, тетенька эта умирает, квартира, к которой она также имела отношение из-за этой ситуации падает в арест. Да. Родственники, которые остались этой квартирой теперь пользоваться могут, жить в ней могут, но продать ее не могут. Да. А те люди, которые дали 8 миллионов, добились максимум это ареста на квартиру и все, и тишина. И то есть денег, а не своих уже как, все, финиш. Ну, смотри, там, наверное, финиш, потому что, ну, в принципе, можно. Вот, ну, смотри, вот моя какая логика. Сразу, чтобы было понимание, квартира стоит там в среднем пускай 10 миллионов рублей. Должны они до юра там 8 миллионов рублей. Но даже если прийти там к этим людям, которые наложили, ну, и попробовать с ними договориться на какой-то дисконт. Давайте мы там продадим квартиру, вы получите хоть что-то, и мы хоть что-то. Ну, какая там должна быть сумма, чтобы договориться? Какая? Короче, вообще, тоже вот о чем люди думали, когда они, интересно, эти 8 миллионов несли как вот задаты, как аванс там и так далее? Ну, они были между собой хорошо знакомы, то есть там были какие-то, да, вот эти истории, когда все свои, она же, все самые увлекательные истории начинают с того, что мы все свои, мы друг друга сто лет знаем. Это самая увлекательная история всегда. Друзья, а вот это прям на ус наматываете, потому что какими бы вы своими не были, никто там, да, не ставит под сомнение ваши родственные связи, дружеские связи, но аванс, когда ты заключаешь сделку, 50 тысяч рублей, правильно? Ну, слушай, ну, было бы там 50 тысяч, ну, 100 тысяч, ну, если вы прям братья-сватья, ну, пусть там, ну, квартира стоит 10 миллионов, ну, 300 тысяч кто-то дал, все, вот я тебе, ну, ну, куда, ну, какие 8 миллионов, ну, конечно. Следующая история под номером 5, поехали. Следующая история под номером 5, она будет про нотариуса, многие эту историю слышали уже несколько лет назад, она гремела по всей Москве. Я постаралась вот истории сделать в подборках, чтобы они были разной тематики, то есть у нас была одна история про то, что как банк все проверит, другая история, да, то есть там про черных риэлторов, чтобы вы понимали, прям вот разные ситуации, какие они могут быть. И, соответственно, на втором месте после того, что банк все проверит, это история про нотариуса, что мы просто там оплатим нотариусу, и нотариус, вот он-то точно все знает. На самом деле, не хотелось бы как-то умалять там значение и важность нотариусов, действительно, если вы абсолютно уверены в том, что вам не нужен агент и не нужен юрист, наверное, неплохо, если вы обратитесь хотя бы к нотариусу, потому что вероятность очень большая, что будет сильно лучше, чем вы сделаете это самостоятельно. Но нотариус не истинно последней инстанцией, и очень часто люди говорят, нотариус несет полную материальную ответственность. Ну, хорошо, тогда вот пришлите мне, пожалуйста, там где-то в комментарии, в какую-нибудь ссылочку, хоть на одно решение суда, где нотариус понес материальную ответственность и что-то кому-то выплатил. Я с удовольствием продолжу с вами диалог. Потому что, то есть, именно вот решение, да, не о том, что кто-то хотел от нотариуса что-то потребовать, а когда кто-то что-то получил. Как было и в этой истории. В 2018 году женщина решила продать свою квартиру, она была оформлена на нее, и доля была еще на ее несовершеннолетнего ребенка. По нашему законодательству такие сделки проводятся только нотариально и больше никак. Соответственно, она обращается к нотариусу, а продавец, точнее покупатель, был иностранный гражданин. Она обращается к нотариусу, нотариус делает договор, нотариус регистрирует этот договор, то есть все через нотариуса, все вообще проверено. Ну и наступает 2020 год. Приходят требования от налоговой этой женщины оплатить сумму в размере 18 миллионов. Откуда взялась эта сумма? Охереть просто. Есть у нас некое валютное законодательство, которое подразумевает то, что с валютными нерезидентами мы рассчитываемся только безналично. То есть это у нас такой закон, это не я придумала, не нотариус, мы рассчитываемся только безналично. А вот в этом случае они рассчитывались как раз-таки через сейфовую ячейку. При том, что договор был сделан нотариусом, и нотариус прекрасно все это дело видела и ничего не сказала, хотя это такое законодательство, что о нем по идее должны знать все. Я очень удивлена, что нотариус не знал или не обратил внимания и не сказал им вообще, что творите, но это очень опасно. Соответственно, по этому закону штраф, который могут начислить за вот такие вот расчеты наличными с валютными нерезидентами, он от 70% до 100% от суммы. Соответственно, ей назначают штраф в 9 миллионов, но так как собственник это там 2, штраф этот умножается на 2. То есть оттуда берутся 18 миллионов. То есть смотрите, квартира продана за 13, а штраф 18 миллионов рублей. И естественно, естественно, все ходили к нотариусу и спрашивали, как же так, как же так, вы же нам все организовывали и так далее. Но что нотариус сказал? Ну, я вам договор-то сделала, то есть выбирать, как рассчитываться, дело ваше, подсказывать вам что-то, как нужно сделать, ну, нигде не написано, вроде что нотариус должен был подсказывать. Грамотно слился, грамотно съехал. Дал развернутый четкий ответ, к которому не придерешься, комар нос не поточит. Договор-то он составил, заверил, все, а вы что, неправильно рассчитали, что ли? Вы, ребят, как так можно? Да, несмотря на то, что порядок расчета в договоре прописан. Валютный резидент – это иностранный гражданин, вот если прям сильно упростить, у которого нет документов России, либо российского паспорта, либо ВНЖ, вид на жительство. То есть, вот если у него ничего из этого нет, просто это человек, у него паспорт его страны, какое-то разрешение на пребывание временное и так далее. Вот он валютный нерезидент, вот с ним нельзя рассчитываться, хоть он сколько-то дней пробыл. В данном случае это кто был? Китаец? Валютный нерезидент – китаец, да, это гражданин Китая был. Поэтому, друзья, имейте в виду, вот тоже, да, интересно, казалось бы, покупает квартиру иностранец, имеет право, да имеет право, любой из нас может в любой стране купить квартиру, но что она тебе дает? Тебе там ничего не дает, ты можешь, не знаю, в аренду сдавать. Но вот как ты можешь попасть на ровном месте и охереть на такого штрафа, здесь другое слово-то не подберется, не офигеть, не быть в шоке, охереть. Да, эта история прям гремела по всей Москве, я даже вот прям подняла дела, решение суда. И вот смотрите, значит, какая история, во-первых, продала на 2018 году, налоговая постучалась в 2020 году, то есть даже не в 2019, у нас глубина налоговой проверки 3 года до. Вот, то есть вот сегодняшняя дата, вот налоговая вас может спокойно проверять вот за 3 года, вот сегодняшняя дата назад и какие-то требования вам предъявлять. Соответственно, эта женщина далее подавала в суд, потому что, естественно, ну это катастрофические деньги, да, где их взять? Мы же все понимаем, что эти люди, они не взяли там 13 миллионов и в клуб не пошли, они также на эти деньги купили другое жилье. И на тот момент, когда им предъявили какие-то требования, у них, где они возьмут эти деньги-то? Соответственно, было два суда в 2021 году, и по решению этих судов, ну то есть они подавали в суд в попытке уменьшить сумму. Соответственно, сумму они действительно уменьшили, то есть если изначально было требование на 18 миллионов рублей, то в дальнейшем суд установил, первое, снизить до 3 миллионов 250, допустим, да, то есть мы понимаем, что там два человека, там мама и дочь, то есть там каждый по отдельности должен подавать. Каждый по 3 миллиона, что ли? Нет, смотри, вот допустим, нет, не всего, одной 3247, вот, а второй 6495, ну условно 3200 и 6500. Ну 10 условно, там из того сумма. Ну да, ну 10, не 18, а 10 там стало. И далее они пытались подавать в суд еще в 22-м году, и уже, ну то есть было просто отказано, было в удовлетворении требований, то есть они пытались строить позицию свою именно на несоразмерности правонарушений, что, ну вот такое правонарушение, а за него штраф, как будто бы ты вообще непонятно, что сотворил, да, то есть вот на несоразмерности, нет, больше ничего не получилось. Поэтому, ребята, будьте начеку, иногда ходите, думайте, что у тебя покупают квартиру, к примеру, по Москве-то, может, какой у тебя француз купит, или какой американец, всякое может быть, вот имейте в виду, потому что вот про такие вещи это редкая ситуация, немногие знают, ваш агент, к которому вы обратитесь, или вы, может, вы сами будете продавать, ведь сами же можете все сделать, зачем вам к кому-то обращаться. Ну вот не дай бог такое случится. Как минимум, как говорится, предупрежден, значит вооружен. А мы переходим к следующей истории под номером 6. Следующая история, она как раз-таки будет посвящена вот 177-й статье, про которую я говорила, под которую, ну чаще всего по ней вот просуживается, если проще сказать, что я не понимал, не осознавал, что я делал. Была такая ситуация в республике Мордовия. В суд обратились люди, которым принадлежал какой-то небольшой магазинчик, там часть магазинчика они там кому-то сдавали, ну обычные какие-то там предприниматели, что к ним, соответственно, приходит там бывший собственник и что-то там, ну чудит, скажем так, даже не дает проехать, не дает разгружаться и так далее. И получается, что они друг на друга встречно подают в суд. То есть те за то, чтобы не чинил препятствий, чтобы там проезд был. А тот на них подает в суд за то, что он не... То есть он подает в суд для того, чтобы признать сделку продажи этого магазинчика и земельного участка недействительный. А она была для справочки 6 лет назад, вот эта сделка. Соответственно, первый суд, вот который, он его требования удовлетворяет. Потом, соответственно, в ужасе вот эти собственники уже 6 лет, как и этого магазина. Они, естественно, там идут в апелляцию, что такое, что такое. Апелляция частично там удовлетворяет их требования. Потом была касация. То есть мы понимаем, да, то есть у нас вот суды на несколько категорий действуют, да. То есть если в первом суде ничего не вышло, то мы идем в апелляцию. Не вышло в касацию, да. То есть и вот на крайний случай Верховный суд. Раньше еще дальше был ЕСПЧ, но оно кончилось у нас. Вот. И, в общем-то, по итогу, по итогу, да, то есть вот как-то их длинную историю сделать короткой. Вот этот человек вернул себе этот магазин. И это земельный участок. Прошло 6 лет. И несмотря на то, что собственники на тот момент пытались строить позицию на то, что все сроки исковой давности давным-давно прошли, то этот милый человек и принес все документы о том, что он с детства стоит во всяческих учреждениях, да, то есть разные-разные были справки, что он признан инвалидом первой группы бессрочной именно по голове, по пониманию ситуации. Что он доказал, то есть вот здесь вот про что речь идет. Он доказал, что эти 6 лет у него были уважительные причины, почему он не обращался в суд за восстановление своих прав, потому что он не очень-то понимал, что происходит. Изначально земельный участок был продан, именно, вот смотри, земельный участок здесь и этот магазинчик были проданы по доверенности. То есть вот этого человека, те, кто покупали магазин, не видели никогда. То есть было доверенное лицо. А когда вот этот человек подавал в суд, он, конечно, за него там кто-то подавал в суд, я думаю, что там похитрее ситуация, навряд ли вот этот человек сильно понимает, что он делает. А когда он подавал в суд, он построил свою позицию на том, что я вообще, у меня есть значок, у меня есть справочка, я ничего не понимал. А та, кто заключала сделку, да, то есть по доверенности, она юридически неграмотная, она вообще вот ничего не понимала. И таким образом суд встал на его сторону, потому что он принёс все справки, то есть множество справок, доказывающих, в общем-то, что он там на учёте везде стоял и что он не мог понимать и осознавать характер своих действий. Я, говорит, дурак, но всё так раскрутил, разверутел, что ваш магазин теперь мой, а вам хрен. Да? И вот что меня удивляет, а почему, смотри, допустим, ну хорошо, ладно, доказал, ему надо вернуть помещение, ему нужно вернуть землю, всё, она его. Но мне-то почему не вернут те деньги хотя бы, которые я ему заплатил? Нет, подожди, ты не понял, ты можешь, конечно, в этом случае подать в суд и требовать деньги. Требовать можешь, пожалуйста, если он живёт здорово, требуй обтребуюсь, можешь даже решение получить. А дальше? Ну, всё, удачи. Бумажку у меня будет. Ну, бумажку тебе дадут, всё. А я пойду к приставам, а у него уже ни хера нету, у него есть 13 рублей на счету. Да, но ты можешь требовать. И мне будут 56 лет выплачивать по 1476. Да, потому что как многие говорят, мы получили решение суда, я говорю, отлично, отлично, дальше что делаем? Решение суда – это не деньги, это бумага, ну, бумага, по которой вы можете хотеть, требовать и топать ногой, но как бы это не деньги. Да, друзья, это очень важно, это очень важно. Многие из вас думают то, что я, если что, в суд. Вот эти люди, кто таким делом промышляют, назову их так просто, бессовестные, кто не боится вот этого решения суда, кто понимает, что они вас там вводят в блудняк путём того, что может какие-то дырки есть в законе, потому что в целом-то они же идут по закону, то есть суд же смотрит как, он же не смотрит там на эмоции, он разбирается по статьям, правильно? Да, он отдает по статьям, он доказал, что он не мог осознавать характер действия. Получается, ты выиграл, на тебе. А можно требовать там, допустим, перерасчёт, что тогда этот дом стоил, ну, не дом, это помещение стоило миллион рублей, а сегодня цена изменилась, что стоит пять, поэтому я требую мне вернуть не миллион, а пять. Нет, это же гражданско-правовые отношения, ты путаешь закон о защите прав потребителей, то есть нет. Уже хрен, вообще классно. Нет, нету, да. Поэтому, ребята, я даже не знаю, как в такой ситуации быть, чтобы в такую ситуацию не попасть, что нужно сделать? Смотри, здесь очень важно, наверное, ну, здесь вот смотрите, все вот эти вот истории с такими статьями, вот особенно со 177, вот где потом кто-то пришёл, сказал, что у него значок, они в основном все закольцовывают с основной камень преткновения, да, это расчёт наличными. Ну, то есть, во-первых, конечно, очень важно в любом случае хотя бы запрашивать справки по НДНД, потому что иногда что-то лежит прямо вот на поверхности, прямо вот на поверхность запрашиваешь справку и понимаешь, что он стоит на учёте. Ну, если вы живёте в каком-то маленьком там городке, ну, я думаю, ну, не составит труда как-то там, ну, там, может быть, не документ, но просто чтобы кто-то там посмотрел, сказал, ну, вы же большие деньги платите, чтобы было понимание, что человек там стоит, не стоит на учёте. Это не, как бы, это не какой-то универсальный фактор, потому что человек может не стоять на учёте в государственном, да, диспансере, но тем не менее проходить лечение в платном, да, и потом оттуда взять бумаги. Ну, вот частично, да, то есть элементарно, смотри, первое, было запросить эти справки по НДНД, второе, настоять на том, чтобы увидеть собственника, то есть сделка была по доверенности, чтобы его хотя бы, ну, то есть увидеть, лицезреть. Это маленький город, где-то в Мордовии. Короче, люди сами, дураки, простыми словами. Да, смотри, ещё основные прям два параметра, это только безналичный расчёт и ещё параметр заказать перед покупкой для себя, потратить 5000 рублей, заказать в оценочной компании отчёт об оценке, чтобы на случай вот таких ситуаций потом прийти в суд и сказать, подождите, подождите, деньги были, цена была рыночная, вот доказательства, деньги он получил, вот выписка по счёту, права не были нарушены. Это не какое-то жильё, то есть не какое-то единственное жильё, он не был никуда выселён, его права не были нарушены. Вот здесь, в принципе, можно было. Таким образом, вы услышали шесть реальных историй, которые произошли на территории нашей страны. Нет привязки к одному конкретному городу, на примере Москвы. Нет, друзья. Такое может произойти и с вами в вашем городе. Именно поэтому будьте начеку в этом ролике, об этом неоднократно сказал. Естественно, выпуск я сократил до одного часа, так как историй огромное количество. А что бывает, когда человек начинает банкротиться? А что бывает, когда люди покупают, а потом обращаются в суд на предмет того, что квартира ваша, вторичка, ненадлежащего качества, и вы ещё заплатите им за ремонт или какие-то переделки, и многое-многое другое. Именно поэтому я обращаюсь к вам. Если такой формат ролика был интересен, пишите ваш комментарий, поддерживайте, ставьте лайк, чтобы в дальнейшем хотя бы раз в месяц мы снимали что-либо актуальное. Посмотрели, информацию полезную получили, всё, вы уже, что называется, предупреждены. А дальше, как вам действовать, решите сами. Если вдруг кому-то нужна помощь с покупкой-продажей недвижимости в Москве и Московской области, и вам нужен толковый специалист, пожалуйста, обращайтесь. Не нужен, всё сами, no problem, не обращайтесь. Нам лишь остаётся подвести черту этого выпуска. Если вдруг кто-то из вас столкнулся с чем-то выпиющим, конечно, пишите на почту, контакт, я указываю все контакты в описании под этот видеоролик, разберём и ваша ситуация, будет интересно послушать. Тебе огромное спасибо, что приехал и поделилась с нами этой историей. В дальнейшем Наталью будем привлекать в ролике как эксперта, чтобы ты нам помогала разбирать ситуацию, раз ты в этом вопросе разбираешься. Вас же я всех призываю к одному, будьте внимательны, следите за всем, просто опасность может быть там, где вы её даже не ожидаете, особенно там, когда прошёл год, два, три, казалось бы, уже всё хорошо, потом здравствуйте, а у вас вот сделочка была, и вы нам поднасрали, теперь давайте-ка да, как минимум нервы вам потрепят точно. Подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали, подписывайтесь на телеграм-канал, пишите ваше мнение в комментарии, до новых встреч, пока-пока.